История средних веков. Живое средневековье. Что изучает история средних веков? Ученые выделяют в историю большие периоды, эпохи, сменяющие друг друга. Первобытный период, древний античный мир, средние века, новое время, новейшее время. В прошлом году вы изучали историю первобытности древнего мира. Наша книга расскажет вам о следующей великой эпохе в истории человечества. Об эпохе средних веков или о средневековье. Каковы временные границы средневековья? Об этом ведутся споры. Однако большинство современных ученых считают, что эпоха средних веков начинается с конца 5 века, с даты гибели Западной Римской империи и образования первых варварских королевств. И длится тысячу лет. Понятие средневека появилось у тех ученых, которые изучали историю Западной и Центральной Европы. Относится ли это понятие к истории Азии, Африки и Америки? Ученые спорят и об этом. История народов Азии, Африки и Америки во многом отличается от истории народов Европы. Средневековье было и у народов Востока. Каждый народ переживал его в свое время. В учебнике рассказано об эпохе средневековья в истории народов нескольких континентов. Но основное внимание мы уделим Европе, ведь это наш общий дом. В древности Европы как единого исторического целого не было. Огромная Римская империя, которая сложилась вокруг Средиземного моря, была могучим государством. В ее состав входили многие народы Южной Европы, а также Ближнего Востока и Северной Африки. В Римской империи были достигнуты большие успехи в образовании, науках, искусстве, строительстве, торговле. При этом существовало сильное неравенство между людьми, патрициями и плебеями, свободными и огромным количеством рабов. Но непрерывные захватнические грабительские войны в конце концов ее погубили. Северные и восточные соседи Римской империи жили иначе. У германцев, славян, скандинавов, жителей Британии и Прибалтики был родоплеменной строй. Каждое племя верило в своих богов. Большинство этих народов не имело своей письменности. Римская империя и варварские племена являлись как бы двумя разными мирами, хотя их жители немало знали друг о друге. Только в средние века Европа стала единым историческим континентом, единым христианским миром с общей религией и исходным образом жизни. Именно в средние века появились те языки народа и государства, которые и сегодня существуют в Европе. Каждая европейская страна внесла свой вклад в построение средневекового мира. Мы сосредоточим внимание на некоторых самых крупных народах и государствах Западной Европы, особенно на тех, где эта эпоха имела характерные особенности. Эпоха средневековья в своем развитии прошла через три основных этапа. Первый с конца V до середины XI века называют ранним средневековьем. Тогда в процессе смешения народов и обычаев складывались основные черты эпохи. Следующий период, завершившийся XIII веком, развитое средневековье. Когда сложились феодальные государства монархии, а устой и особенности эпохи проявили себя во всей полноте, период XIV-XV веков считается поздним средневековьем. Оно характеризуется новыми обстоятельствами и преобразованиями внутри общества. В конце V произошли события, которые позволили европейцам перейти к раннему, новому времени. Различные страны проходили эти этапы не одновременно и по-разному. По каким источникам ученые изучают историю средних веков? Во многих музеях мира хранятся вещественные памятники, инструменты, которыми в средние века пользовались крестьяне и ремесленники. Оружие, монеты, мебель, посуда, одежда. Сохранились остатки кораблей, портреты и картины. Во многих старинных городах и сейчас можно видеть целые кварталы, застроенные стены и башни, величественные храмы и замки. Но вещественные исторические источники не могут все рассказать о жизни людей. Неоценимую помощь ученым оказывают многочисленные рукописи, которые находятся в хранилищах, документах, архивах. Когда люди дарили, завещали, покупали землю или ценные вещи, они оформляли документы. К деловым документам относятся и описания владений, отчеты управляющих имениями, договоры. Особую группу документов составляют записи законов и указов правителей, решения судов, международные соглашения, церковные записи. От средних веков сохранилось много исторических сочинений, хроник, летописи, писем, описания путешествий и автобиографии, где события фиксировались в той последовательности, в какой они происходили. Нередко авторы не только описывали события, но и пытались объяснить и оценить их. От средних веков до нас дошло также немало произведений, художественной литературы и сочинений ученых, до изобретений книгопечатаний в середине 15 века, и долго после этого документы были рукописными. Многое могут рассказать о жизни людей произведения искусства, рисунки в книгах и на коврах, картины, иконы, фрески и статуи в храмах. Все эти источники открывают внимательному исследователю мысли и чувства средневекового человека.